Дорогие друзья, вы на канале храма святых равнопосленных Константина и Елены. А территория, на которой мы сегодня снимаемся, это территория строительства будущего храма в честь порта Артурской иконы Божьей Матери. И вы все можете принять в этом посильное участие. Спасибо! Сегодня притча, которая предлагается в Евангелии, это некое, может быть, продолжение, размышление о судьбе человека, который покидает этот мир, что его там идет. Притча известная о богаче Лазаре. Два человека живут, один совсем бедный, другой очень богатый. Один болеет, живет на улице, сами питается крохами какими-то, другой пирует, одевается в прекрасной одежде, проводит дни в веселье, в пирах. Но конец у всех один, и тот, и другой умирают. Причем сказано о том, что богача этого погребли, а Лазаря отнесли ангелы на луну Абрама. И с точностью, да наоборот, уже показывается зеркальное такое отражение. И в жизни после смерти Евгения Огненная находится богач, а Лазарь на луне Абрама. И уже богач этот, ищет помощи от Лазаря. Господи, дай, чтобы он мне остудил язык, хотя бы капли воды. Но Господь говорит, что нет, это невозможно пропасть, есть невозможно и переходить. Тогда он вроде как проявляет милосердие, говорит, вот скажи, что так происходит с моим близким, моим братьем. Да, и они еще живы, они могут еще исправиться каким-то образом. Господи говорит, что все было сказано уже в Писании, у пророков. Уже было сказано об этом, как надо жить, как надо правильно относиться к ближнему, как надо служить Богу. Вот он говорит, нет, они не поверят, если все это почитают, пусть кто-то из мертвых восстанет и скажет им эту вещь, тогда только поверят. И тогда он говорит, что нет. Даже если мертвым восстанет, скажет им, что не поверят. Но на самом деле дальше, дальнейшая история Евангелия показывает, что действительно так и есть. Господь не спешал, не спешал, не спешал, не спешал, а те упертые люди, которые не хотели в упор видеть Христа как миссию, не хотели видеть Его служение, не хотели принимать Его, они так и остались своими представлениями. И оказались как вот этот богач вне Луна Абрама, вне жизни из Бога, вне жизни за Христом. И тут, конечно, некий образ нашего мира, где мы смотрим и видим тоже, есть люди разных сословий, разных достатков очень сильных. Кто-то очень богатый, кто-то очень бедный, богатый богателет, бедный, беднее. Кто-то страдает болезнями, кто-то наслаждается здоровьем своим. Это некогданость этого мира, что ли. И мы пытаемся понять, почему так, почему что-то в нашей жизни происходит, в материальном плане, в каком-то физическом плане. И в христианской традиции есть такое богословие о том, что когда Господь творит мир, Он вкладывает в каждую вещь некую сущность, в логос, в некую как цель, как заданность, как направление, вектор. То задание, можно сказать, которое каждое вещество, азнар, реализовывать, некий план Божий, промысел у каждой вещи даже, не говоря о человеке. И вот в зависимости от того, какой человек есть, какой у него багаж, какой он рождается, Господь дает этот логос спасения каждому человеку. И он очень разный. Если мы сравним некое духовное возрастание с какими-то физическими упражнениями, приходит один человек, 150 килограмм в спортзал и хочет заниматься. И прекрасно генетически отдаленный, без лишнего жира человек. У них разные нагрузки совершенно будут, поэтому одному человеку походи пока чуть-чуть хотя бы вокруг стадиона, и себе достаточно будет. Другому надо тягать железо 7 дней в неделю по два раза. И вот, чтобы достигнуть результатов, при этом усилий внутренние будет примерно одно и то же. И один будет своим слабым, казалось бы, усилием прилагать все силы для того, чтобы это делать, чтобы трудиться. И второе тоже. И вот в духовном плане, в плане нашей жизни, прохождение сквозь те трудности, которые мы видим, это некий план, некий промысел о нас, для того, чтобы нам прийти к цели. А цель — это спасение. Господь каждого так устраивает для того, чтобы это было ровно то, что ему надо. Значит, Лазарю нужно было полить, значит, он был духовно крепок для этого. Да, ему Господь дал вот этот вот путь спасения в терпении, в незлобе, да, вот, без гневи. Вот, а значит, богач был духовно слабый, расслабленный. Вот, и Господь дал ему путь вот хотя бы посмотреть на этого человека, который лежит у его ворот и что-то сотворить милость с ним. Ладно, веселись, ладно, наслаждайся здоровьем, богатством, не страдай, но только посмотри, что рядом с тобой есть человек, которому нужна твоя помощь. И вот один он справляется с этим, он проводит свою жизнь так, что действительно он исполняет этот нитизам и все по нему, Бога. А богач нет. Даже вот этот такой маленький, совсем простой для него шаг, когда идти подать, накормить, да, вот, что-то сделать для того, чтобы человек не страдал, он этого не делает и проходит мимо. Так легко было ему войти в Царство Небесное, так просто вот ужасно он проходит мимо этого. Вот, и Господь, вот все некие социальные несправедливости, некие наши трудности, которые мы какими-то логическими своими путями в рамках этого мира пытаемся решить, вот он находит принципиальный ключ, ответ к этому всему, к тому, почему это происходит, а именно ключ, это есть будущая жизнь. Ключ это то, что действительно это задание, это некий путь промысел о каждом человеке, знает только Господь. И вот этот человек, это задание дает ему для того, чтобы он его прошел, да. И вот силы, вот некие возможности, некий багаж, что ли там, да, наших предков тоже, которые там, да, как генетика передается, да, как некая духовность, что ли генетика может передаваться, да. Все то, что мы знаем, Господь нас знает гораздо больше, чем мы можем себе представить. И вот он нас помещает в такие условия, дает нам все возможное, все потребное для того, чтобы мы, прикладывая свои силы, шли по этому пути, действительно могли наследовать Царство Невестное. Это путь оптимальный для нас. Да, для нас он трудный, в спортзале, когда кто-то трудится, никто не пишет, что это легко. Так и здесь, да, и пот, да, и слезы, и боль ужасная, да, все это будет, все это есть. Но, как спортсмена, вот сюда вдохновляет цель, еще апостол Павел приводит, да, чтобы духовное упражнение, подобное физическое, да, вот атлеты борются для того, чтобы венком славы быть наследованным, так и мы должны трудиться, чтобы венцом наследоваться в Царстве Невестном. Вот, и это должно нас вдохновлять, действительно подкреплять, укреплять, вот, давать силы, действительно идти с верой по тому пути, который нам, перед нами, раскрывает Господь. То есть, при этом, забывая того, что вот, все то, что оставил Господь для изменения этого мира, это есть милость, это есть любовь к другому. Не какие-то внешние революции, не какие-то внешние, да, борьба на баррикадах, а изменение своего сердца, изменение вот нашего отношения к тому, что происходит вокруг. И это все может преобразить мир, на самом деле. Да, вот, если каждый человек бы думал так, вот, то мы бы, наверное, по-другому. Может быть, не было вот этого неравенства, потому что каждый человек, думая об вечности, видел бы вот этих вот лазарей, которые рядом лежат, и не мог пройти мимо них. Все решалось бы очень просто. Но вот люди, которые не слышат голос Божий, не слышат, не видят вот этого промысла о себе, пути в Царство Невестное, проходят мимо и ближнего, и, как следствие, проходят мимо Бога, мимо Царства Невестного. Будем вот внимательно читать Писание, будем размышлять над этой притчей, очень глубокой, хоть и короткой, но наполненными многочисленными смыслами. Будем действительно осмысливать нашу жизнь, как некий путь, некое задание, которое нам дал Господь. Будем стараться с помощью Божьего максимально трудолюбиваться, максимально спасительно проходить этот путь, и надеяться, что действительно и мы, как этот лазарь, претерпевшие конца, будем вознесены вместе с ангелами на луна Абрама и по Христу Спасителю. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok